Всем привет! Меня зовут Бибой Пластмасс, команда Предаторс, и я на проекте Break Advice. Я начал танцевать в 2003 году в составе команды Freeze Makers в маленьком городе под названием Чаплыгин. Потом я переехал учиться в город Липецк, и там мы организовали сборную Черноземья под названием Life International. В команду Предаторс я попал в 2010 году, и это произошло в городе Самара, где мне предложил войти в состав Бибой Бутуз. И на Battle of the E 2010 году я впервые поехал в город Чебоксары представлять команду Предаторс на Battle of the E Russia. И спустя 5 лет я нахожусь сегодня здесь, на Battle of the E в Германии. В прошлом году мы стали чемпионами мира по версии Battle of the E. В этом году мы показывали свой танцевальный перформанс, и являемся специальными участниками и гостями чемпионата Battle of the E 2015 года. Сегодня я раскрою вам некоторые свои секреты и научу вас элемент под названием не спин. Во-первых, я всегда танцую в наколеннике, и это спасает мое колено от полного разрушения, потому что под воздействием кручения и часто полы бывают еще не очень неровные, вы можете просто сломать свою коленку или же ваш министр превратится в бумагу. Поэтому соблюдайте технику безопасности и всегда танцуйте только в наколенниках. Прежде всего, зависит все от равновесия. Есть одно упражнение, которое позволит вам чувствовать себя в движении под названием не спин более уверенно. Покажу вам какое. Ваша задача будет встать на левую или же правую коленку, поднять ее немножко наверх, для того, чтобы вы почувствовали весь упор на переднюю часть колена. И дальше пробуйте поднимать ногу наверх, отпускать одну руку и другую. Пробуйте стоять. В разных вариациях, разных положениях. Вот это упражнение поможет вам чувствовать себя на не спине правильно в каждой точке, потому что в дальнейшем я объясню, как мы будем вращаться. Второе упражнение для правильного кручения. Мы создаем позицию, правильная позиция в не спине. Две руки у вас становятся параллельно, правая нога у вас уходит за левую, вы отрываете руки и пробуйте устоять. То есть, ваша задача устоять в таком положении. Да, потому что это идеальная форма для кручения, для количества оборотов, потому что вне спине в первую очередь все ценят количество оборотов. Мой рекорд 9 оборотов, который я сделал на судейском выходе в городе Воронеже. Как я учился разгонять этот элемент? Он делается с мертвой точки, когда вы стоите в одном положении. Здесь самое главное, ваш замах. Замах должен быть верным для того, чтобы не отклонить курс вашего кручения. Вы встаете ровно, правая нога у вас заносится назад. И ваша задача сразу встать в правильное положение. Начинайте пробовать с одного оборота, потому что этот оборот даст вам понять правильность вашего движения. Еще раз уходим назад и вспоминаем правильную стойку, правильное положение в этом элементе. Ваша задача встать вот в такое положение. С кручения я вам очень всем советую делать так, чтобы вы разделяли стороны. Если я начал к вам лицом оборот, то я должен закончить к вам лицом для того, чтобы вы примерно ощущали себя в пространстве. Сейчас я сделаю два оборота и также окажусь к вам. Раз, два. Достигается это за счет того, что ваша правая нога делает очень правильный маг. Посмотрите, я сразу же, сразу ногу приставляю к правой ноге, к левой ноге. Движение вот такое, она не должна очень долго идти. Тогда вы потеряете весь маг и сразу потеряете скорость. Правая нога сразу идет к левой. Потому что в первую очередь кручение на коленке должно быть динамичным. Если оно затягивается, смотрится не совсем правильно, не совсем бодро. Вы можете потерять ритм весь. Поэтому всегда на своих мастер-классах и на своих обучениях я говорю людям, чтобы они очень быстро и динамично делали сразу же первое движение. Потому что от первого движения зависит все кручение абсолютно. Первое движение должно быть с сильным махом, очень сильный замах. И дальше вы остаетесь на одном только лишь коленке, только на одном колене. Дальше переходим к следующему составляющему элемента не спин. Это спина. Это самое главное, самый главный принцип кручения коленки – это спина. Потому что если вы будете отклоняться влево-вправо или сутулиться, ваше движение не будет таким красивым, и вы не сможете сделать такое количество оборотов. Следите за вашей спиной. Спина всегда должна быть не только ровной, но и должна ловить определенную ось. Вы должны это чувствовать, потому что если вы не будете это чувствовать, то у вас получится такое движение. То есть вы будете коситься влево-вправо, и вас будет просто шатать. Ваша спина должна быть ровной, как циркуль. То есть вы вращаетесь, но ваша спина держит одну ось. достигается за счет того что вы сразу же выпрямляетесь наверх сразу наверх дальше переходим третьей части ваши руки ваши руки это ваш баланс я не смогу кручить крутить на коленке много если мои руки будут опущены вниз ваши руки также держит баланс ощущение как будто вы ходите по канату то есть у вас примерно вот такой баланс который будет позволять вам крутить реально очень много для этого вам необходимо руки ставить или в прямом положении или согнутом покажу как замах боковое замах вот если вы видели да если вы ставите руки в разных вариациях то количество оборотов вас или увеличивается или уменьшается вот и собственно говоря четвертые четвертый элемент не спина это сочетать себе все то что я сказал это правильный замах правильная осанка правильные руки и меньше трения с поверхностью еще раз говорю если вы будете цеплять ногой сзади кручение на коленке у вас уже не получится поэтому наименьшее соприкосновение с полом даст вам огромное количество оборотов и эстетическое восприятие людей будет уже лучше намного также не забывайте про форму правильная форма правильное кручение и правильное и большое количество оборотов замах назад я советую вам менять положение не спина и пробовать различные креативные вариации например вы можете очень красиво менять положение рук это придаст вам не только динамику но и реально очень очень большой уровень сложности этого движения например вы можете вытягивать руки наверх но при этом скорость становится настолько сильной что вы можете просто вылететь станцпола поэтому нужно быть аккуратным например вы можете менять положение рук во время кручения после того как вы научились контролировать себя вы обрели какую-то форму включение соответственно вы начинаете работать над качеством и над заходом который придаст вам еще больше динамику и еще большее количество оборотов я захожу сик степа перехожу на коленку и сразу же начинаю делать обороты сразу же еще раз перехожу сик степа ставлю колену и сразу перехожу вот так же вы можете сделать это с различных вариаций например прыжок на коленке и сразу же включение здесь уже зависит только лишь от вас от вашего творчества но есть одно правило которое позволит вам это движение разогнать в первую очередь это ваша динамика если она будет очень слабой то движение будет очень медленным поэтому старайтесь делать все на хорошей скорости элемент у вас также будет очень красивым дорогие друзья я объяснил вам базовую вариацию не спина вы можете применять его в своем танце но не забывайте о том что каждый человек уникален и каждый сможет сделать его более разнообразным и красивым следите за нашими уроками с вами был проект break advice трейдер